смотрите на этого важного человека что он несет в руке как вы думаете он несет мою рыбу потому что турки не любят сырую рыбу но она у них продается у меня нет радости моему пределу 1 1 берете 2 бесплатно не гроз буду обжираться рыбой вот девчонки сделала я йогурт смотрите какой у классный йогурт сейчас я этот йогурт ставлю на тихий огонь отделяется сыворотка и мне будет восхитительный корм доброе утречка угадайте куда я иду любимый чарши не меняется шнурок у меня кстати развязался завязать у меня его нет возможности совершенно я проспала где-то на полчаса наверно опаздываю но бегу бегу у нас принципе никто ко времени особо не приходит единицы просто кроме преподавателя это конечно очень некрасиво но что делать что делать дамся котенка спасти залез под машину а водителя нет слышите как орет ну а что он погибнет пытаемся сосисками колбасой вытащить котенка это безим дэй друзья сели в чиба и кошка забежала под машину под чужую чем кошка со сломанной лапой мы пытаемся ее спасти сейчас катя будет писать записку будем писать записку водителю вот той машины чтобы он ее не заводил пока кот оттуда не выпрыгнет кота очень жалко код со сломанной вывернутой лапой очень жалко две одинаковые записки напиши что вашему написала записку на кривом турецком вот отзывчивый турецкий народ но приносили мне бумажек со всех столиков ручек вот напишите побольше записок как можно больше ну все машину облепили записками кот спать лег мы уходим наша миссия вспомним ну вот у нас устанавливают елочку видите каркас она правда каждый год одинаковая в розах да какая-то не помнишь в чем у нас розочка ли в бантиках красная бантика вот я сегодня день расстройки я из-за кота расстроилась из-за ковра расстроилась из-за ковра потом расскажу почему расстроилась мы с катей напились кофе сладкого с горя там на на кать был миллион калорий мне кажется в калорий 200 в этом кофе вот когда ты сейчас придет на зумбу отрабатывать свои грехи замаливать а я вот на диван пойду шутка нет не пойдет диван пойду займусь чем-нибудь полезно я опять видите позорю позорище те сыгры стыдно со мной гулять не очень удобно вот таким вот образом ходить достаешь все что нужно из рюкзачка заказала куриный фарш пришла домой и с пылу и жару как говорится хочу с вами поболтать снять это видео доснимать это видео устала я сегодня немножечко вымотанная немножечко разочарованная не выходит у меня из головы этот котенок посмотрю на помог а так не жалко этого котенка он знаете какой-то такой напуганный был с безумным воплем и очень быстро он выбежал из какого-то куста и забежал под эту машину то есть видимо его пугали шугали и у него лапа 1 прям вот сломанная конкретно даже не хочу показывать как это и вот он бедный под этот ранчровер залез и запрыгнула куда-то вот туда вовнутрь но мы искать и сделали все что могли искать и сделали все что могли мы пытались его вызволить участливые турки тут же собрались принесли колбасы он съел колбасу и лег спать туда вовнутрь мальчики студенты нам дали бумажки чтобы написали как можно больше объявлений в общем и сделали все что могли ждать к сожалению там я думаю нет смысла пусть хозяин машины разбирается с бедным животным залезть под машину достать его оттуда но наверное это было было бы очень сложно и я надеюсь что он услышит звук хлопающей двери может быть он оттуда выбежит все может быть у меня так подруга например ездила с кошкой день целые внутри было окошко она не понимала кто-то пищит или нет ей кажется ли нет в итоге она ездила с этой кошкой и пошла в сервис в одном сервисе есть привет сосед в одном сервисе не сказали что вам кажется у вас галлюцинации и только там во втором сервисе смогли эту кошку достать к сожалению или к счастью значит по поводу курсов что хочу вам сказать может быть мое вот это вот разочарование не знаю усталость связано с тем что если не выспалась то что если не очень мало спала очень мало спала мне муж спал сегодня очень беспокойно из-за него подлеца я не могла нормально выспаться муж иногда очень спокойно спит очень громко храпит извините за подробность храпят ли у вас мужья девочки меня муж храпит мало спала и какой-то у меня вот знаете творческая яма да я не был такой запал столько было у меня вдохновение чтобы творить сделать этот ковер наконец-то но какая-то ошибка произошла что-то пошло не так то есть этот ковер выглядит не так как он должен выглядеть я думаю что эта тренировка выяснилось что это не тренировка то есть преподаватель нам ничего четко не говорит на год пусть пока рука привыкнет пусть пока то пока все и в итоге она говорит все начинаем рисунок я понимаю что я начинаю рисунок это не азанжа я начинаю рисунок я понимаю что мне не нравится я говорю я не хочу вас обманывать мне не нравится я не хочу делать то что мне не нравится мне нравится мне то есть ковер выглядит не так как должен выглядеть проблема в том я думаю изначально что мы растянули нитки не стой не с тем натяжением не стой шириной очень большой станок и не преподаватель говорит что давай сделаем панно давай сделаем по но я уже не знаю что что мы будем делать и будем ли мы что-то делать но пока я хочу переспать вот две ночи с этой проблемой сегодня пятница суббота воскресенье а вот в понедельник и полина курса сейчас полистаю pin interest сделаю что-то очень простое и все я думаю что на этом ковров моей жизни больше не будет а вот я за правду я могла вам наврать искать что меня получается потрясающее произведение искусства но когда я не вижу то что я представила себе в голове мне кажется что работа это не имеет никакого смысла это нужно делать с любовью они на отвали как говорится не хочу короче будет не хочу хочу сделать какой-нибудь красивый панно ну тогда уж посмотрим что будет посмотрим 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 надеюсь что будет что-то будет для первого раза думаю будет что-нибудь симпатичное кое-что мы купили в gratis и не запланировано кстати шла за кремом для рук заодно и каких-то там себе прикольных штук накупила как часто и бывает идешь за одним покупаешь другое покажу вам сейчас кстати это что еще буду сейчас готовить ужин сегодня можно в дома куриный фарш купила для разнообразия потому что уже не знаю что готовить все надоело сделала куриный фарш думаю что будут вкусные куриные котлетки кстати вот куриные котлетки они получаются надо даже вкуснее чем сама курица с добавить специи всяких получается очень классно да и да сейчас покажу вам что купила так мой дежурный рюкзачок я вот так люблю кстати рюкзак это просто просто изобретение века мы же теперь бережем природу не покупаем пакеты поэтому значит все у меня хранится в таки гималайя ну давай же дорогой мы кокосовое масло сейчас еще будет сюрприз и далан крем-крем-крем для рук и тела значит не планировала вот вот это вот покупать шла вообще за умывалкой и за кремом для рук гималая вроде бы говорят хорошая индийская фирма посмотрим я купила тот который для для чего он без парабенов ну для лица естественно а для нормальной сухой кожи вот у меня зимой сухая кожа и даже не понюхала кстати я обычно все нюхаю ну-ка ну такой приятный мыльный запах не думаю что она будет хорошо смывать потому что то что для сухой кожи и чувствительная но плохо смывает купила крем для рук нюхала нюхала все перенюхала какие-то вот эти ванильки персички мне они все поднадоели взяла обычные оливковый крем кремов для рук много не бывает у меня особенно сохнут руки вот стоит зайти в кафешку там кофе попить зайдешь руки помоешься руки сохнут и взяла кокосовое масло его тоже много не бывает мне мое уже заканчивается в принципе это такая не must have несрочная покупка да но написано стопроцентное кокосовое масло я вообще на нем надо даже жарю на нем жарить прикольно я не знаю можно ли на нем жарить кстати надо прочитать для волос я его использую редко в качестве маски для волос миша с волосы кстати насыщенные силиконами напитанные неплохом виде мои волосы поэтому масло не не нуждаются я иногда на тело его наношу хотя она не всегда заходит хорошо на тело тоже иногда почему-то сушит мне надо не сушит сосед меня достал своей пилой уже я хочу на нем готовить из почитаю можно ли на нем готовить фирма gratis да это собственное производство gratis она шла по выгодной цене я вам сейчас покажу чек кстати чек 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 а вот чек значит масло шло у нас смотрите а гималая 32 лиры 13 лир скидка крем дорог 750 и кокосовое масло было 40 лиры скидка 16 лир ну неплохая цена для такой боди все что с отметкой gratis вас нас вот здесь вот она идет как правило ой вы слышите этот звук а мужа все значит заканчиваю заканчиваю свою речь сегодняшнюю и пойду отдыхать дабы не грузить вас сегодняшним отсутствием вдохновения ну иногда такое тоже бывает что же делать не всегда же быть радостной источающей энергию нет энергию мне много энергии мне много но вот когда твой творчество не ладится я немножечко впадаю в такой небольшой ступор раз уж на раз уж начали про косметоз и давайте про парфюмчики сегодня продолжим дальше сижу и вдыхаю от себя потрясающий аромат знаете какой аромат ла лик это второй бутылек это бывает редко моей коллекции но бывает второй бутылек вода коньячного цвета потрясающая баночка вы знаете да что ла лик специализируется на том что делает красивые изделия стекла вазы в частности ла лик ле парфам классика многолетняя я как баба маша люблю парфюмы которые создавались много лет назад мне кажется что они лучше интереснее насыщеннее на со временем меняется формула но самые запахи ароматы лучше классика богатая насыщенная вода вижу 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 такую холеную даму но я позволяю себе такую наглость и пользуюсь им днем перец ванили амбра я чувствую эти ароматы я не знаю какая там пирамида то я вам сейчас так на вскидку просто просто описала аромат тяжелая артиллерия я вам скажу но но я еще себе взяла black orchid но взяла отливант этот отливант продавался в магазине ватсонс турция отливант имеют официальное официальное скажем так разрешение но как это происходит у них есть номера отливантов и они коверкают названием как в каком-то из видео уже показывала как они коверкают название пишут там не black orchid а black вот так вот да и пропускают пару букв я так понимаю что black orchid легко подделать от жире мне тоже сегодня показала свой black orchid у нее из dnp вот ее легко подделать она стойкая я так мы что там не особо какая-то мудреная пирамида кстати духе нельзя болтать и я болтаю интересный аромат интересный нот он меня и невероятно интенсивно пахнет именно вот эти вот и киор и киор отливант дн пи тоже кстати хорошо пах что хочу сказать о мне немного подушивает он больше деревянный вот этот вот менее деревянный это в этом больше гурманских нот я не выдержала и отдала его мужу он все-таки больше позиционируется как женский но где-то написано что он женский где-то что он унисекс я отдала его мужу и у него постоянно спрашивают на работе чем от вас так вкусно пахнет что это за аромат как классно вы знаете я почитала немножечко историю этого аромата black orchid не конкретно вот этого от леванта black orchid и якобы парфюмер хотел создать аромат увидите детей от экрана пожалуйста аромат внимание мужской промежности знаете есть такое рожковое дерево она пахнет спермой и невероятно физиологический запах нет это не пахнет рожковым деревом нет но вот с тех пор как я прочитала это что это мужская про запах мужской промежности она меня не покидает вот нами не покидает и все не хочу это комментировать не хочу ничего говорить на эту тему но вот мужу я не сказала какова была идея на создание этого аромата для меня это просто такой деревянный зимний терпкий богатый необычный аромат который бьет в нос и который заставляет некоторых людей воротить свой носик но потом спрашивать а что же это такое почему же так необычно тебя чем то пахнет значит сегодняшний ужин макароны из цельнозерновой муки брокколи котлетки куриные салатик совсем чуть-чуть все по-турецки брокколи зажарена с угольком по-турецки и котлетки зажарены с угольком по-турецки поэтому не обессудьте не ругайтесь на меня в комментариях что много канцерогенов по-другому турки не едят